Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. Доброе утро! Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5-7, днем минус 2-4 градуса. Сегодня день рождения отмечает наш телеканал. 29 лет назад мы впервые вышли в эфир. На студии телевидения работают более 100 человек. Это журналисты, телеоператоры, режиссеры, видеоинженеры и другие специалисты. С первого дня наш телеканал сразу же стал символом республики, потому что народы получили возможность смотреть программы на родных языках. А сегодня с приходом цифрового телевидения в каждом населенном пункте, в каждом доме наши преданные телезрители смотрят информационные выпуски «Вести Корчаева, Черкесия», «Вести в субботу», «События недели утра России», программы национального вещания как на русском, так и на родных языках. А вот что больше всего нравится смотреть зрителям нашего канала? Есть ли предпочтения в передачах и пожелания в день рождения? Мы узнали у жителей республики. Я из Советского Союза, как раньше, да, чтобы немножко легче было на душе. Позитивные такие программы. Вот это вот бы хотелось бы. Я смотрю все передачи в вашем канале, все хорошие передачи. Доступно объясняют все, что есть, все, что показывают. Все прекрасно. Интересно и погода, и новости. Это что хотела бы. Ну, по-моему, там все достаточно. Смотрим всегда с мужем. Не пропускаем. Я смотрю часто наши передачи. Да, я все, можно сказать, смотрю. Больше всего нравится мне лично про политику. Я желаю журналистам удачи. А если будет удача, значит, все остальное приложится. Ну, самое главное в нашем мире сейчас здоровья всем. Я желаю коллективу «Руссия-1» хороших новостей. Увидела свет новая книга известной поэтессы Шахризы Богатыревой. На этот раз это книга переводов латиноамериканских авторов на русский язык. Как известно, Шахриза Богатырева владеет несколькими языками, а испанским – в совершенстве. О том, как появилась идея этого сборника, насколько необходимо в реалиях нынешнего времени издавать книгу переводов и не своих произведений. А также о многом другом в эти минуты в нашей студии Шахриза расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Шахриза. Безмерно рада видеть тебя сегодня у нас вновь в гостях. Так, повод у нас такой замечательный-замечательный. Вышла твоя новая книга. Вот она перед нами «Тесная планета Земля». Название, конечно, в твоём стиле такое. Классное-классное. А книга переводов с испанского языка, правильно? Как идея возникла? Это книга переводов латиноамериканских писателей практически всех стран Латинской Америки. Там, где говорят на испанском языке. Возникла идея создать книгу, когда уже собрался достаточно большой материал. Собирался он несколько лет. И начала я переводить не в России. Я начала переводить с испанского после того, когда покинула Латинскую Америку. Это была такая вот форма ностальгии. Это был страх забыть язык. Мне очень хотелось вернуться. Очень жалела, что уехала, как считала, на свой континент. И, в общем, я находила утешение в том, что переводила писателей латиноамериканских стран. Вот таким вот образом. Когда продолжала эту работу уже в России, и когда уже собрался достаточно большой материал, решила издать книгу. И, в принципе, не знаю, сколько бы я еще ждала, когда издаться книга, но Бог мне послал людей, которые помогли мне ее издать. Я все-таки хотела бы их назвать. Пожалуйста. Это Хазер Умарович Чекуев и Славам Хазерович Хубиев. Огромное спасибо. Не было бы вас, не было бы этой прекрасной книги, которая пойдет во все библиотеки Северного Кавказа и вообще, наверное, ЮФО. Тираж небольшой. Ну, достаточно, чтобы по две-три книги какие-то ведущие библиотеки каждого региона отправить. Естественно, Москва пить. Наверное, здесь больше всего мексиканцев. Твоя любовь, Мексика, всем известная. Конечно, конечно, естественно. Во-первых, я общалась с живыми людьми. И, естественно, брала у них разрешение, где-то списывалась, уточняла моменты. Потому что это не просто так. Вот ты берешь и переводишь. У меня вот, если открыть и посмотреть, там очень много сносок, пояснений. Пояснений, которых не было в самом оригинале. Я должна была объяснить читателю, русскоязычному, собственно, что означает то или иное имя или какая-то дата в истории этой страны. И не всегда это можно найти в русскоязычном сегменте интернета. То есть мне приходилось заходить там на, скажем, сайт Чили, на сайт Парагвая. И это уже вроде тот же испанский язык, но он немножко другой. Там немного другое структурирование идет. И мне приходилось ковыряться в этих вот индихинизмах, другой вот речевой структуре. Это был действительно огромный труд. Мне было тяжело. Я вот упивалась этим. Но переводы – это всегда тяжело. Да. Даже не для человека, который пишет, который сам произведение пишет. Да. Вот насколько тебе легче написать, чем перевести? Вот мне интересно. Знаешь, и в том, и в другом случае идет процесс созидания. В том, и в другом случае ты создаешь новый какой-то литературный материал. И свою мысль донести так, чтобы резонировало в сердце другого человека, так, чтобы он пропитался, был пронизан твоей идеей. Это так же трудно, как передать чужую мысль. Но, наверное, все-таки переводы сложнее, поэтому мне было интереснее. Потому что мне самой надо понять. Мне самой надо понять эту пословицу. Элементарно, например, в русском языке я переводила на русский. Говорят, я что, белая ворона? А у них говорят, я что, чёрная овца? Вот все поэты так говорят, которые переводят. Они говорят, что им легче написать, чем перевести. Я переводила прозу. А как ты считаешь, вот в системе нынешних реалий, насколько необходимы эти переводы? Не легче ли писать свои стихи? Из стихи... Прозу мне, наверное, было бы легче, но неинтересно. Потому что, если ты входишь в эту вселенную, которая называется литературой, тебе не хочется эти вот просто по какому-то накатанному, ну, может быть, предопределённому пути. Ты всегда ищешь какие-то новые трассы. И они интересны. Ты открываешь для себя... Вот для меня это было не просто работа с большим удовольствием, это ещё было погружение в другие миры. Я узнала много вещей, которые, может быть, и слышала где-то, может быть, и читала. Но когда ты это переводишь, ты вдруг оказываешься в моменте, там. В этих реалиях ты имеешь в виду. А же умеешь перехватывать. Потому что сразу столько нахлынуло, столько образов. Сколько авторов здесь, в этой книге? Много, ну, наверное, около... Ну, более двух десятков. А это совершенно разные. Это и Гарсиа Маркес, это Хуан Ви Йоро. И самое интересное, ты же их многих знаешь. Да, да, да. И они сказали... Вот я была удивлена, вот меня ещё удивляет. Но всё равно как бы я на тот момент достаточно свободно не изъяснялась, не изъяснялась, всё равно видно, у меня есть акцент, у меня есть неправильное произношение. Даже непроизношение, иногда там путаю глаголы. Вот, и они доверяют, чем я их так вот... А вот как у тебя сейчас с языком? Ты же уже несколько лет здесь у нас. Не подзабыла? Подзабыла, подзабыла. Но я понимаю, что если на месяц окажусь там, то через месяц буду говорить так же, как с тобой. Я не буду бить по-больному, как говорится, и спрашивать, собираешься ли ты опять в Латинскую Америку. Собираюсь каждый день. Каждый день собираюсь, не приглашают. Ну, по крайней мере, у тебя перед глазами твои переводы, которые тебя переносят туда. Я знаю твоё воображение. Да, да. Ну, если говорить, вот немножко перейдём на другую тему. Твой сиреневый салон, твоё детище. Совсем недавно вы провели хорошее большое мероприятие, конкурс к юбилею Исмаила Семёнова. Можно что-то об этом узнать нам? Конечно. Значит, сиреневый салон вообще был создан как некая база для того, чтобы литераторы и любители поэзии могли где-то встречаться с читателями, где-то реализоваться, где-то находить себе единомышленников, единоверцев в литературе. И, наверное, мы вот так и продолжали бы существовать, если бы судьба не сделала свой очередной, неожиданный такой кульбит. Так получилось, что актриса Крачевского театра Фатима Крокмазова вышла с этой инициативой на народного писателя Крачаева-Черкесии на Ислама Хазировича Хубеева. Он, собственно, прекрасно обыграл эту идею, что до 130-летия Исмаила Семёнова надо бы провести конкурс. И вот тщательно обыграв и проработав эту идею, Ислам Хазирович предложил Сиреневому салону стать площадкой. Что мы вообще Сиреневый салон, если он предполагает развитие культуры и литературы, причём неважно, национальную, хотя вообще, в принципе, Сиреневый салон на базе русского языка. Исмаил Семёнов, он уже давно стал, сейчас скажу, банальнейшую фразу, визитной карточкой Крачаева-Черкесии, не только. Потому что когда не только в Москве слышишь о райда-райда, а проезжая в Берлине, там, мимо там Александра Плац, ты слышишь эту мелодию, прям сердце останавливается. Да, конечно. Это поэтому и святой долг мой, как в Карачаевке, как литератора. Провести это мероприятие. Да. Хочу спросить опять-таки про переводы. Я не верю, что у тебя больше нет переводов. Вот. Собираешься ли ты новую книгу издавать? Ну, есть ли у тебя вот задумка? Вот честно. Да не просто задумка. У меня есть потрясающе готовая книга. Сейчас я скажу, и я думаю, все будут крутить пальцами у виска и говорить, ну, совсем она уже. Называется она «Мехико визитар эль Суэню», что значит вот «Встреча Мексика». Я не удивлена почему-то. Это, знаешь, это вот о том, как... Сейчас, в общем, если вкратце, как зарождалась письменность и литература в Мексике. Но на самом деле о другом. О том, как любой художник. Так начинается о том, как, знаешь, с того, как конкистадоры завоёвали. Это не переводы? Это переводы с испанского. Причём, знаешь, там такой идёт вообще... Вот такой интересный симбиоз идёт. Её написал мой друг Филипп Оли Лапреун, который... Сам парижанин, который много лет живёт в Мексике. Просто тоже очарованный вообще волшебством этой страны. И я карачаевкой перевожу... А он пишет ещё на двух языках. Я карачаевкой перевожу на русский язык. И вот это ж вот какие вот на этой тесной планете Земля... Тесная планета Земля. Да, какие удивительные. Ну, название просто вот... Ну, оно до такой степени точное. Шахриза, я тебя благодарю за то, что ты нашла время и пришла к нам в гости. Желаю поскорее выпустить следующую твою книгу. Я надеюсь, поможет. И оставаться такой же, ну, замечательной, талантливой, какой ты есть. Горячим сердцем. Да. Спасибо тебе. Спасибо тебе. В пресс-центре ГТРК Карачаева Черкесия наградили победителей онлайн-конкурса чтецов, посвященного 130-летию со дня рождения классика карачаевской литературы Исмаила Семенова. В течение целого месяца прошедшего года на странице в Инстаграм литературно-музыкального объединения «Сиреневый салон» проходил этот конкурс, где юные чтецы декламировали стихи патриарха карачаевской поэзии. На награждение побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная задача конкурса – привить любовь к родному слову подрастающему поколению и очень отрадно видеть, как дети старались так передать смысл поэтических произведений классика нашей литературы Исмаила Семенова. Отметил, открывая мероприятие, заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациями печати Карачаева Черкесии, народный писатель Ислам Хубиев. Он наградил почетными грамотами и подарками юных чтецов и пожелал им дальнейших успехов. «Нами была поддержана инициатива жителя нашей республики, Фатимы Каркмазовой, и она обращалась на главу, чтобы провели подобный конкурс. В прошлом году, как вы знаете, 130-летие Исмаила Семенова, известного нашего поэта, карачаевского поэта, писателя. Я считаю, что поучаствовать – это уже победить, поскольку в то время, когда языки потихоньку исчезают, выучить на родном языке большое стихотворение – это уже победа, и я считаю, что каждый из участников является победителем». Дети из разных образовательных учреждений активно принимали участие в этом конкурсе. И всех участников победителями стали 12 человек. На встрече виновники торжества порадовали своими выступлениями. Каждое произведение Исмаила Семенова поражает глубиной мысли поэта и богато духовными образами, что является неотъемлемой частью культуры народа. Руководитель Литературно-музыкального объединения «Сиреневый салон» член Союза писателей России Шахриза Богатырева подчеркнула, что членам жюри пришлось нелегко при выборе победителей. И сегодня такие конкурсы позволяют подрастающему поколению развиваться и с особым вниманием изучать родную литературу. «На самом деле, это был первый наш опыт, опыт «Сиреневого салона». Он прошел, ну как вам сказать, очень, наверное, нелегко, но нас это не пугает, потому что конкурсы мы будем проводить, безусловно, потому что это один из инструментов воспитания в человеке, в молодом подрастающем поколении, любви и интереса к литературе, к культуре, как своего народа, так и многонационального народа Карачаева, Черкесии». Такие конкурсы нам и нашим ученикам необходимы, чтобы прививать любовь к родному слову, отмечают учителя родных языков. Читая стихи Исмаила Семенова, восхищаешься богатым литературным миром поэта, и каждый из участников старался все это передать при чтении произведений. «Мы выбрали стих, выучили, было очень интересно, познавательно, узнали новые слова, их значения, готовились, старались». «Организаторы выбрали хорошую тему. Именно для нас Исмаил Семенов очень важный носитель языка, изучать его творчество. Это очень научиться многому, быть умным, быть развитым. Он не только писатель, он большой философ. Ну что еще сказать, ну хорошо, что наши дети хорошо подготовились, выучили, но участие для нас оказалось плодотворным». Помимо победителей, дипломы отметили всех участников конкурса и благодарностями особо отличившиеся школы. Алирхан Ипшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Чем разнообразить свой досуг зимними морозными вечерами? Ну, конечно же, походом в кино. Какие картины в прокате вам расскажет наш обозреватель Альбина Курочинова-Кенжева. Доброе утро всем. Как ваше настроение? И вот какой обзор я подготовила для вас. Любители приключенческих боевиков могут увидеть на большом экране картину «Кингсмен. Начало» про организацию супершпионов, действующей на благо человечества вдали от любопытных глаз. Главный герой Конрад – молодой и дерзкий человек. Как и многие, мечтал служить Англии, но в итоге был втянут в тайный мир шпионов и убийц. А фанатов ужастиков ждет картина «Крик». Спустя 25 лет после серии жестоких убийств потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк начинает преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого. А любители комедийного жанра порадует фильм «Одни дома». Дом ученого Роберта полон удивительных изобретений. Накануне Рождества, пока хозяин в отъезде, два взломщика пытаются проникнуть в его дом. Неуклюжие воришки и не предполагают, что на защиту имущества Роберта могут встать милые соседские пёсики, вооружившиеся гаджетами. На этом я прощаюсь с вами. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. А я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 смотрите вместе с Ашемезом Пхешховым в вести. Хорошего дня! До завтра на канале Россия-1. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok